Таким образом, единогласным решением судей победу одержал и вашим победителем МАРАТ МАТИАТА ПОЛОХЕР! Россия! Красавчик, брат! Марат, красавчик! Спасибо. Красавчик. Спасибо. Поздравляю, брат. Марат лучший. Красавчик. Здесь лучший. Почему так пропал? Куда пропал? Всегда рядом. Почему? Я не мешал готовиться. Привет. Марат, все еще перчатки на тебе, не оставил в клетке. Это знак. Так, уйти. Теперь пошутим. Париж. На ноге на руке? Да, на ноге. На ноге на руке. На ноге никакой. Не было твой. А он там дизмуляет, я вспоминал, да, он в Лопа уже вставлял. Слева от меня сидит народный чемпион Марат Балаев. И рядом с ним еще его народный тренер Савелий Моисеевич. Марат, поздравляю тебя с победой. Непростой бой в 45 лет. Как обычно, я так понимаю, все шло не совсем так, как хотелось. Расскажи про все это. Тебя тоже поздравляю. Спасибо. С моей победой. Как очень тяжело, я тебе скажу, блин. Очень тяжело. Но я знал, я готовился на такое. Готовился на такое, что я вообще расслабился в последнее время. Я готовился очень тяжело и готовился именно вот. Все мне говорили, там, ой, пузатый, там, камазист, там, депутат, там, еще что-то. Но я смотрел его бои, он, Раису, он там попадал, останавливал атаки, сбивал атаки. Типы попадал. Эти типы и прилетали сегодня. Ты видел, он сбивал все атаки. Там не просто так, а навалился и это самое. Ну, тяжелый очень. Не было разочарования, что не получилось делать проходы, не получилось его как-то подержать в партере? Нет, это не требовалось. Это не требовалось. Мне нужно было, во-первых, показать ударную технику, показать это шоу. И у него он бьет, он настырн, он идет вперед, он на Раису опер в последнем раунде. Да, но мне нужно было забрать интеллигенции, как говорят, питерская интеллигенция, забрал середину и длинными руками пытался его пробить джебами. Но, где когда-то подключал правую руку, он всегда втыкал левый тип, у него проходило это с Раисовым. И приходилось на джебах, потом уже втыкать там ему и типы, и в печень, там, что-то проделать. А борьба у нас была на втором плане, на запасе, если что, подключать, потому что там она забирает много энергии. И непонятно, он может быть, скорее всего, свои стихи, он борется все-таки, видно по нему, и свои стихи, может быть, он терпел бы еще, знаешь. А здесь он, ну, пропускал же джебы, пропускал, значит, нужно было работать, что приносит успехи, то и делать. Плюс к тому, у нас здесь бонусы вроде бы гуляют, знаешь, там, нужно было в ударке что-то показать. Плюс к тому, ну, как бы, главное событие, нужно, если и привет так, то нужно было так, что-то повторить, что-то с Джамалдаевым, что было, рубка такая. Вроде что-то получилось нормально. Я разговаривал сегодня с Савелием Моисеевичем, когда тебя увели проверить врачи, и Савелий Моисеевич сказал, что Марата не столько показал всего сегодня в бою, сколько он показывает на тренировках, что в тренировках у тебя еще больше какой-то прыти, еще больше страсти к бою, чего, не знаю, не хватило, что ли, в бою? Ну, знаешь, потерялась, потерялась мотивация, мотивация теряется, ну, вот, например, с Раисовым боем, да, мне говорили, что вот, там, выиграй, и как, да, там, вот, коммунизм, и дальше будет светлое будущее. Ну, я выложился весь, даже не просто вышел, побился, ты полностью весь туда отдаешься, в 45 лет мне. Потом, Батаев, там, немножко другая мотивация у меня была, знаешь, там, пришлось, пришлось собраться, я бы не собрался. На второй бой после титурника пришлось собраться. Ты весь, опять туда весь, я тогда уже спину повредил себя из-за перегрузок, там, то и все. И это не может продолжаться, там, постоянно, ну, сколько раз, собирайся, 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 из-за чего собираться? В 45 лет у тебя жизнь заканчивается. Для чего собираться? Сказали бы, вот тебе, там, такая-то сумма, после которой мне не придется работать, знаешь, там, еще что делать? Ну, да, можно собраться один раз. Вот сегодня я собрался, когда нужно, ну, вот, я бы думал, может быть, это последний бой, но использую, закончу на нормальной ноте. Если тебе не будет, не придет предложение какое-нибудь нормальное, которое стоит твои 46, уже 46 лет мне будет, если не придет, не буду я размениться, зачем мне надо? Значит, на такой ноте, на хорошей, закончу. Плюс к тому, все осети, они там, сейчас, все пацаны, сколько пацанов писать, как они сейчас радуются, как мои родственники так радуются сейчас. Как Савелья Моисеевича, посмотрите, какая улыбка. Савелья Моисеевича улыбка. Серега! Нет, да не уходи далеко. И не помню вопросов. Ну, в принципе, ты на него ответил, а я про мотивацию тоже говорил. Ну, она, знаешь, вот она там теряется. Можно выложить, можно показать себя, но когда ты думаешь, так разминаешься, думаю, сейчас надо тебе собрать. Для чего? Из-за копейки, ну, из-за этого деньги, это не про деньги, знаешь, это не про деньги. Это когда-то безвыходная ситуация, когда человека зажмет, и тебе приходится это делать, и ты, как, тебя зажали, и тебе приходится кидаться. То есть, когда у тебя нет такой мотивации, был бы поезд UFC, там, да, там, я бы сейчас собрался в бою на 3-4, там, еще что-то. Ну, поезд у меня уже есть в ACB, у меня два года я у меня был. Чисто из-за денег, ну, это тоже не про деньги. Ну, и смотря какие там деньги, ты знаешь. Сейчас вошел Сергей Никитин, когда ты дебютировал в ACB, вы ехали на машине на турнир. Тогда с тобой был Сергей Никитин, потом пришло какое-то время, у тебя в углу его уже не было. И вот, ну, первый твой бой с Сергеем, последний, возможно, последний тоже с Сергеем. Расскажи, почему такое решение пришло в голову, позвать Сергея Никитина себя в угол? С Сергеем мы, ну, у нас были какие-то недопонимания, но это касается, конечно, нас двоих только. Были какие-то недопонимания, но бывают такие спортсмены, у которых, с которыми ты достигаешь успеха, и потом их забывают, а не тренировок. Без разницы по каким причинам, что бы ни случилось, но ты дошел с этим человеком до пояса. Этот пояс принадлежит не только тебе, этот пояс принадлежит также Никитину. Это звание принадлежит также ему, и я продукт его. И я никогда не переставал быть частью борцовского клуба и учеником Никитина. Какие-то непонятки, что-то как-то, я всегда был готов. Он просто какое-то время немного огорчался на меня, но потом мы уже давно общаемся, давно у нас в голове проекты общие, и что-то хотим делать вместе. Сейчас, тем более, греплер мне такой попался, да, там, на гейра, там, борется он вроде, то есть все, душника очень не задушил. Мы с ним общались, я говорю, давай поможешь, он говорит, конечно, приеду. Он без копейки, без каких-то гонораров, он приехал поддержать, помочь. Помочь мне тоже тряхнуть стариной и вспомнить прошлое, как мы вместе работали. Также мы ничего нового, как и раньше, слаженно отработали все. К Савелию Моисеевичу не получилось попасть, не пропустили его к нам. Тем более, с такой песней я хотел, чтобы Савелий Моисеевич с нами был, но не получилось. На самом деле, я снимал, что Савелий Моисеевич с трибун кричал тебе постоянно советы, что делать. Мороз, работай! Работай хорошо! Да, да, руками, да! Корпус, корпус! Слухи под... Ты слышал его голос? Слышал, я пару раз слышал, да. Соберись, Савелий Моисеевич. Слышал пару раз. Да, слышал, конечно. Еще мы с Савелиями Моисеевичем обсуждали твое будущее, и он говорит, что все-таки, наверное, бы хотел, чтобы ты карьеру завершил. Все-таки, ну, мучить свое тело. В 46 лет уже, ну, опасно, да, там, для здоровья. Плюс я сегодня разговаривал с Адланом Батаевым. Он также сказал, что желает тебе уже успешного завершения карьеры. Почему все-таки, ну, ты сегодня не положил перчатки на стил клетки? Это был бы очень красивый жест, мне кажется. Красиво всегда, охота красиво что-то сделать. Но просто ты же должен, как бы, слова не бросаться словами. Ты же не знаешь, конец это или нет. Сегодня, сегодня, я думаю, что мне очень тяжело сегодня было, я думал, что, блин, надо завязывать, да. Но когда тебе коснется твоей, как бы, гордости, это когда твоим, там, близким нечего будет есть, или, там, что-то нужно будет, проблему какую-то решить, или кто-то заболел, там, тебе придется выйти, и ты будешь опять каким-то балабовым, знаешь, там. Это же ты выходишь не от счастливой жизни. И как ты рассказываешь, там, я вот сейчас кайфую, вышел, мне нравится, да, там. Это же не от счастливой жизни ты выходишь. От того, что мне многие, говорят, завязывают, то есть, а легенда, красавчик, там, много слов. А чтобы, там, проблемы решить какие-то, что-то сделать. Ну, сейчас потом будут говорить, вот, ты ноешь, там, лучше я не буду об этом. Не от хорошей жизни, 45 лет приходят, по морде получают. А в какой момент вообще перестало нравиться выходить в клетку, ну, за эмоциями, за какими-то? В какой момент ты понял? Никогда не нравилось? Никогда не нравилось. Я никогда не любил ММА. Я никогда не любил ММА, я никогда не любил бить людей по лицу. Мне нравилось бороться, но борьба тоже, когда заставляла выкладываться меня очень сильно, для меня это очень противоестественно. Но борьба, я считаю, что ближе такое, ближе к людскому, да, она, вот, бить человека по лицу. Я долюбленный ребенок. Меня воспитывала мать, у меня мать-воспитательница, воспитывала нормальным человеком, без психических отклонений. У меня нет желания бить людей по лицу. В данном случае мне приходится это делать, жертвовать собой ради близких, там, или что-то такое, да, там, идешь, потому что приходится это делать. Но я никогда не любил бить человека по лицу, дубасить его или еще что-то. Никогда не любил. Да, там вот драка, как они дерутся, да, дерутся, хорошо, но заплатить деньги, чтобы они дрались мне, и смотреть это, ну, конечно, смотришь, конечно, цеплять, но я считаю, что это противоестественно для человека. Что случилось? Что, война, что ли, что случилось? В мирное время друг друга бить. У нас народный чемпион, поэтому, да, мы еще найдем Муслима, ничего страшного. Марат, что дальше? Вообще ты как бы как-то планируешь как-то свою жизнь? Например, там, Марат Балаев 50 лет, что будет? Марат Балаев 50 лет. Я считаю, что мне нужно свой клуб «Мотиватор Тим» привести в большую такую академию со всеми всякими примочками, да, там, с магазинами, своими спортбарами, там, своей гостиницей, там, со всеми делами, да, и учениками, и чем-то еще займемся. Дальше я еще не думал, вот именно, что пока вот выступаем, нужно много книжек читать, думать и развиваться, думать, что делать дальше. И вот тоже мы с Савелем Моисеевичем обсуждали этот вопрос. Вот эта история Марата Балаева, как ты считаешь, достойна экранизации какой-то, достойна книге? Я вот сегодня об этом и думал, думаю, блин, соберись, фильм же будут снимать, тебе нужна точка красивая. Я думал, потому что мне уже засылали Мамото, этот актер главный, фильм снимался у... Как этого режиссера зовут, а? Который Мамото, Мамото приходил... Как? Лунгин. Лунгин, да, они присылали, хотели снять, хотели снимать. Я сказал, подождите, сейчас я за красивую точку сделаю, потом уже поговорим об этом. Ну, вот они заинтересовались историей, хотят снять фильм на 4 года, просили подписать контракт. Там, правда, цифры не было никакой. Не знаю. Ну, я им сказал, если вы хотите снять хороший фильм, давайте я снимусь, давайте сделаем не как все. Давайте сделаем, как я... Если надо, я буду учиться, давайте. Если даже не так, то давайте как-то... Не только спорт же там. Там очень много моментов, которые никто не знает. 10 лет за решеткой там, и не только Туркмения, Осетия, там много чего. Там очень много чего. Посмотрим. Если ставить точку в спортивной карьере, возможно, да, точку, ну, пока три точки, но если это окажется точкой, то ты считаешь, это хорошее было время, и это... Ты бы еще раз повторил? Это невозможно повторить еще раз. Это очень тяжело. Это очень тяжело. И каждый раз вот в крестку заходишь и думаешь, нифига ты, ты творил раньше делов. Когда человек без выходной ситуации, он способен очень на многое. Очень тяжелая работа. Я каждый раз восхищаюсь. Я сейчас... Ну, каждый раз заходишь и восхищаешься, думаешь, блин, ребята выступают же постоянно. И так же, наверное, мне, мной тоже восхищаются. Иногда забываешь, знаешь, и сейчас опять вот выложился весь и думаешь, блин, так же это тяжело. Как, что я творил вообще раньше, блин, знаешь. Это очень тяжело. Это невозможно повторить вот. И это... Это очень хорошая история, я так думаю. Это очень хорошая и тяжелая история. Марат Блайф, полностью тебя поддерживаю. История суперская. И приятно было наблюдать за ней с самого начала. И до сегодняшнего момента, надеюсь, все-таки еще трое точи, что-то интересное, мне кажется, может получиться дальше. Поздравляю тебя с победой. Отличный побед. Поздравляю, Савелий Моисеевич, с победой. Друзья, вы подписаны на инстаграм Марата Балаева. Он появится внизу экрана. Подписывайтесь на его клуб Мотиватор Тим. Подписаны на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.